Друзья, всем привет! Вы на канале Толя о футболе. Сегодня у меня просто топовый гость. Это один из самых сильных детских тренеров вообще в России. Игорь Владимирович Гребенников. Он у нас прошел стажировки и в Бельгии, и в Португалии. И очень много дает в плане развития детских тренеров в России. Сегодня мы поговорим о самых таких важных темах. Всем привет! Привет, Толя! Игорь, скажи, пожалуйста, почему процентов 70, может быть, 60 тренеров детских именно в России как-то не особо с большим желанием относятся к саморазвитию? Многие специалисты стоят на месте, они не двигаются вперед, они видят футбол так, как тренировали их. Также они это все пытаются воспроизвести на своих детях. И это заставляет нас думать о том, что они не двигаются вперед, стоят на месте. Наверное, самая большая проблема, что информация, которую они получают, она до конца не проверенная. И многие специалисты не хотят ее использовать, и хотят работать именно так, как они считают нужными, так вот учили их. Наверное, если было бы чуть больше именно той информации, проверенной, информации, которая будет давать результаты, развитие, ей бы пользовались больше, но, к сожалению, пока этого нет. Поэтому тренеры не хотят использовать непроверенную информацию, тренеры больше доверяют своим каким-то наработкам, и вот это заставляет их стоять на месте. Также вторая проблема, наверное, состоит в том, что нет в открытом доступе той информации, тех знаний, которые помогли бы нашим тренерам. То, что мы пытаемся взять из Европы, это частичка, то есть это малость того, что там есть во больших объемах. То есть, как говорят те же сами европейцы и даже наши русские специалисты, то, что мы получаем из Европы, переводы различной литературы, методичек и всего остального, это все пройдено уже в течение 5-60 лет назад. Короче, где-то там, да? Да, то есть они это уже прошли давно-давно, то есть они это все давно уже использовали, они уже двигаются вперед, они уже хотят что-то новое придумывать, а мы только берем это и считаем, что вот это поможет нам развиваться. То есть получается, что мы очень сильно отстаем от них и читаем их литературу и пытаемся ее воспроизвести. А еще если мы пытаемся догонять их же литературу, которая уже устарела, ну, мы будем вдвойне стоять на месте. Когнитивные тренировки, ты один из немногих людей, кто в принципе стал применять их на практике в тренировочном процессе, есть видосы в интернете, и в целом я видел лично, как ты проводишь тренинг. В каком возрасте вообще их лучше начинать и почему они, допустим, полезны детскому футболю? Да, скажу так, что вот когнитивные тренировки мы начинали одни из самых первых использовать в своем тренировочном процессе, мы это видели в Европе, мы это видели как раз в Андерлехте, когда ездили к ним на стажировку, и когда мы это привезли сюда в Россию, начали использовать здесь поначалу, это было ноу-хау, то есть никто этого не делал, никто никогда этого не видел, все не понимали, что это такое, но опять же мы должны понимать, что вот именно развитие мозга в целом, когнитивное, да, европейцы называют, это всестороннее развитие, это не какое-то одно упражнение, это не какая-то одна методика, одна направленность, то есть это очень много разных направлений, это очень много разных упражнений, это очень много разных методических пособий, это различный взгляд тренеров, то есть Испания видит когнитивный процесс, когнитивное развитие именно в позиционных упражнениях, играх. Те же немцы видят это больше в каких-то цветах, больше в различных тренажерах и так далее. Те же бельгийцы это видят в своем каком-то таком направлении, это теннисные мяча они используют, используют различные предметы. Это большая-большая направленность именно на развитие мозга в целом, чтобы работала левая полушария, чтобы работала правая полушария, тем самым создавались различные нейронные связи, помогая ребенку лучше ориентироваться на футбольном поле. То есть вот это вот мы пытались испробовать у себя в тренировочном процессе. Скажу так, что очень помогало, ребята очень сильно прибавляли, ребятам это нравилось, то есть они это выполняли с удовольствием и вот в тот момент это конечно же по всей нашей стране так вот очень быстро-быстро разошлось и все стали тоже себя это использовать. В каком возрасте лучше уже комплексно применять? Опять же я всегда говорю, что ребенок должен к этому относиться сознательно, то есть должен понимать для чего это ему нужно, для чего он это делает, то есть в возрасте 8-9 лет уже свободно можно начинать различные упражнения для развития, мы говорим, там координационных способностей, для развития правого-левого полушария, для создания новых нейронных сетей, то есть это все в комплексе будет происходить и ребятам будет интересно, то есть они будут там цвета различные, различные упражнения, различные теннисные мячи, все возможны даже упражнения, да, на тренажерах, это будет все помогать им уже в 8-9 летнем возрасте делать шаг вперед, если этими заниматься, опять же, что мы видим на практике, дети, которые приходят в 12-13 лет, никогда ничего не делали, не проходили никакую базовую школу, никогда дополнительно ничем не занимались, им это все тяжелее просто освоить, да, то есть тяжелее выполнять различные упражнения на переключение внимания, все возможные упражнения на реакцию, быстроту принятия решения и так далее и тому подобное, то есть если этим никогда не заниматься, это будет большой-большой минус для детей, то есть все специалисты в мире говорят там во все услышание, что следующий шаг в футболе это будет когнитивное развитие мозга, да, то есть мы уже освоили хорошо физиологию, мы знаем отлично, да, на что способен наш организм, мы освоили там техническую подготовленность, то есть уже в плане техники ничего нового не придумаешь, да, то есть футболисты уже вышли на свой пик, мы хорошо освоили какие-то тактические познания, там уже пришли к тому, что позиции не имеют значения, что важно, чтобы игроки именно могли сами на футбольном поле ориентироваться, да, понимать пространство, понимать время, да, куда двигаться, выстраивать такие различные цепочки, связи, поэтому за когнитивным будет идти будущее, да, то есть те специалисты, которые будут больше уделять этому внимания, конечно же, они будут на международных аренах, там, на соревнованиях, на турнирах добиваться более, там, лучших результатов. В твоей жизни был опыт работы в женской команде «Локомотив», это было больше к наказанию или получение каких-то новых навыков и опыта, так как ты все время работал с детьми помладше, постарше, ну, это совсем, как бы, ну, можно сказать, другая индустрия, в принципе. Да, у меня был опыт в течение, там, полугода, мне посчастливилось, буду так говорить, посчастливилось поработать с женскими командами, скажу так, что это другая специфика, она очень отличается от работы именно с парнями, и как бы мы ни говорили, что это футбол, те же упражнения, методика, в принципе, все это схоже, ни в коем случае, то есть женский и мужской футбол очень сильно отличаются, если брать именно глубину, да, то есть смотреть в глубину и понимать вот эти все процессы, и другая психология, и другое отношение, даже физиология немножко отличается, и даже, скажу так, что восприятие футбола, оно тоже очень сильно отличается между ребятами и девочками, поэтому в любом случае это опыт, это колоссальный опыт именно в футболе, для того, чтобы понимать, чем отличаются там мальчики, девочки, чтобы понимать вообще, как женский футбол развивается, как он двигается, а я скажу так, что за последний год он сделал огромный шаг вперед, конечно, хотелось бы, чтобы это было не только искусственно, да, пока там это требует FIFA от различных клубов, чтобы даже если эти требования где-то уменьшатся, да, все равно женский футбол развивается, потому что очень много перспективных девочек, которые хорошо смотрятся не только у нас в российском чемпионате, да, но и смотря там за ними же там в сборных, да, как они выступают на международных соревнованиях, да, там пока была возможность, плюс выступать, в каких-то товарищеских играх очень ярко проявляют на фоне команд из Европы, поэтому шанс у девочек есть, возможность развиваться у девочек есть, главное теперь, чтобы это все шло по нарастающей, в динамике и на женский футбол он там сделал шаг вперед, потому что есть и сборная, есть и клубы, которые выступают в лиге чемпионов, то есть осталось только вот двигаться вперед. Правда или нет, когда говорят, что девушки более исполнительные выполняют упражнения, относятся вообще в принципе к игре, чем допустим те же там мужчины, мальчики, мужики? Ну, в большинстве случаев, да, то есть, опять же, бывают свои исключения из правил, но да, более в дисциплине, они, конечно же, более старательные, более дисциплинированные, отношения их тоже на высоком уровне, но если посмотреть с другой стороны, эмоции, эти женские эмоции, да, они более чувствительные, они более переживают ошибки, неудачи, какие-то свои поражения, здесь это прямо вот ярко выражено, когда там проигрывают матч, или там у девушки что-то не получается во время матча, это, конечно же, эмоции просто зашкаливают, да, то есть у ребят, конечно, в этом плане более спокойно, они более спокойно это реагируют, они быстрее это забывают, они быстрее переключаются, да, то есть вот это, конечно, две стороны, вроде они более дисциплинированные и относятся к этому, так сказать, дисциплинированно, да, но с другой стороны более эмоционально. Есть такая дилемма, коммерческие школы и муниципальные. До 10 лет в каком направлении должен стоять родитель? Боль в коммерческую сторону, школу или в сторону муниципальной, ну, в общих чертах, если мы так возьмем? Скажу так, что я не вижу ничего плохого, например, в коммерческих школах, я считаю, что, как и в Европе, коммерческая такая ситуация, да, коммерческая школа, она, ну, может жить, она может развиваться, главное, чтобы она там развивала игроков, развивала детей, давала им возможность сделать шаг вперед. Если это просто история с зарабатыванием денег, где ребят не развивают, где ребят там... Просто вот, типа, родители закидывают. Да, часто видно, когда тренер увлечен, команда детьми, да, когда он дает возможность ребятам развиваться, и когда тренер просто собирает детей... Ну, если в телефоне сидит там, да, там во время тренировки... Это хорошо, если в телефоне сидит, а если там приезжают еще на соревнования и начинают там орать, матом кричать, да, там... Это я действительно видел во многих коммерческих школах и в Москве, и в регионах. И, конечно же, эта история, я считаю, ну, она только на... ну, не развивет наших детей, а просто принесет им, ну, я не знаю, как даже называть, печаль, расстройство и нежелание заниматься футболом в будущем. Поэтому, конечно, две истории. Что касается коммерческого спорта и футбола в целом. В Европе он очень сильно развит. Мы говорим, что в Европе очень многие академии, которые выступают на европейских турнирах, да, этих детских таких фестивалях, они все платные, ребята платят деньги за обучение, за тренировочный процесс, за турниры. Это нормальная история, поэтому в этом проблем нет. Вот. Другая история, что там развивают детей, да, и правильно подходят к тренировочному процессу. Например, когда я ездил в Бельгию на стажировку, там нам рассказали интересную историю, что все коммерческие школы, которые находятся в Бельгии, да, они все проходят лицензию Федерации Бельгии, да, чтобы они все работали по какому-то одному направлению. Чтобы соответствовали. Да, правильно ты говоришь, чтобы соответствовали какому-то определенному уровню. То есть, если, например, школа в футболе, образно говоря, там, под названием «Ромашка» или там «Зайчик», да, не прошла лицензирование там Федерации Бельгии, то ее никто не допустит именно к тому, чтобы дети у них занимались. У нас пока, ну, к этому не подошли еще, у нас каждая школа работает так, как считает нужным. С одной стороны, это большой плюс, что каждая школа пытается что-то новое произнести, да, в наш футбол, да, какие-то свои методики, какие-то свои наработки, тренерское видение, философию, это очень хорошо, это такое должно быть. Но с другой стороны, мы часто видим, как детей могут именно тренировать неправильно, да, то есть, давать какую-то физическую нагрузку, там, форсировать события в ранних возрастах, да, возможно, даже где-то давать упражнения, не соответствующие возрасту детей. Да, или вообще нефутбольные, знаешь. Да, или нефутбольные упражнения, или просто там дети без мячей могут по кругу бегать, там, в 7-8-летнем возрасте. Поэтому, наверное, чтобы такого было меньше, все-таки коммерческие школы, они должны проходить какое-то обучение, там, ну, федерации футбола, допустим, России, да, или там федерации футбола другой страны, в которой они находятся. Это будет большим-большим плюсом, и когда у них будет лицензия, когда они будут понимать, как они должны действовать, в каком направлении двигаться, будет меньше вот таких вот ситуаций. Их будет легче отслеживать, что это за школа, и что это за тренер, который позволяет там на ребенка кричать матом, или позволяет там ребенку не выходить на футбольное поле, или в тренировочном процессе там с гантелями приседать. То есть, это вот, конечно же, будет меньше. Что касается государственных организаций, да, там тоже развивают детей, тоже занимаются с детьми, тоже большой плюс. Но опять, наверное, есть проблемы, с которыми сталкиваются эти школы, да, то есть большое количество детей, это мало инвентаря. На одного тренера, да? Да, да, на одного тренера. Я часто преподаю в центре Бескова, да, и я слышу такие истории, ну, прям на каждой лекции я слышу историю о том, что на одного тренера двадцать детей, на одного тренера тридцать детей, да, и что в этой ситуации делать? Ну, двадцать тысячи, наверное, типа не самое, знаешь, плохое, бывает сорок и тридцать. Да, да, двадцать детей, это как норма считается, на одного тренера норма, и когда еще не хватает инвентаря, и зал маленький, то есть это как-то еще выкручивается. Но действительно были случаи, когда вот там в регионах рассказывают тренеры, что у нас там сорок детей на одного тренера, и у нас тренировка длится час. Как мы можем сделать акценты, как мы можем сделать какие-то упражнения, да, как мы можем подойти к тренировке именно со стороны индивидуальности, то есть развитие игрока индивидуально. Ну, никак, нельзя это сделать, потому что сорок детей это не позволяет. Поэтому мы говорим, что тренеров должно быть там на восемь детей, там один тренер в среднем, да, а уже если у тебя там больше восьми, там двенадцать, тринадцать детей, уже два тренера. Если у тебя больше уже этого количества, уже три тренера, да, чтобы тренировочный процесс, ну, именно двигался вперед. Например, когда мы были в Португалии на стажировке и видели коммерческую школу, некоммерческая школа находится красиво, прям перед стадионом Бенфики, и там было очень много детей. Там их было больше тридцати или сорока, и мы тоже думали, сколько же будет специалистов. И я был очень сильно удивлен, что там на каждого, на каждые пять-шесть детей был тренер, который занимался этой мини-группой. То есть там все было усилено детьми, эта площадка была разбита там на различные организации, и на каждой организации был тренер, который следил именно там за своей группой. Это было, ну, здорово. То есть сразу видно, что к этому относятся профессионально. Конечно же, хотелось бы, чтобы в наших вот таких вот учреждениях тоже это все соответствовало уровню. Согласен ли ты с тем, что все-таки в большей степени муниципальная система именно футбола, ну, не везде, мы не говорим про всю страну там, но в большей степени она работает на массовость. То есть там нам важно не качество футболистов, который выйдет через эту муниципальную школу, а массовость детей, которые к ним придут. От этого зависит, понятно, там уровень зарплаты тренера, да, сколько у него там количества групп. И тут два такого, второй вопрос сразу. Считаешь ли ты правильным, когда запрещают в муниципальных школах работать, допустим, с детьми индивидуально, помимо работы своей основного времени, которое они там проводят? Ну, то есть они, я часто слышу, что запрещают просто ввести в них долги. Ну, если попытаться ответить на первый вопрос, наверное, система выстроена так, что тренер находится в такой ситуации, что у него должно приходить там 20-30 детей, да, там для зарплаты, для количества каких-то моментов. Тут, мне кажется, даже если тренер и хочет индивидуально сделать акцент на развитии ребенка, он просто не сможет это сделать, но это логично. Я знаю очень много специалистов, которые говорят, вот мы хотим развивать, мы хотим давать ваши упражнения, которые вот вы там рассказываете, показываете, мы хотим там сделать акцент на правильное расположение корпуса, на правильное расположение там ноги там или там руки, ну, все, что с этим связано, да, там, чтобы он голову поднимал и все остальное. Мы хотим, чтобы он правильно подходил к мячу и бил по мячу, и там была проводка и все остальное. Но, говорит, как мы можем это сделать, когда у нас 30 детей на одного тренера? То есть вот 30 человек стоит, мне нужно им дать упражнения, чтобы каждый выполнял, и я делаю акцент не на том, чтобы они это правильно выполняли, я делаю акцент, первую очередь, на том, чтобы они хотя бы это выполняли, чтобы они не просто стояли, разговаривали или еще что-то делали, чтобы они все были задействованы. Поэтому это большая проблема, и тут, наверное, эту проблему может решить только сама вот система, да, которая... Ну, глобально, наверное, кто-то уже там... Да, которые сверху что-то это изменят, поменяют и делают так, чтобы мы делали не только акцент на массовость, но еще был акцент именно на развитие, на индивидуальное развитие игроков. Ну, да, как-то группы бы разделяли, массовые группы там, да, и здесь группы уже, ну, ребят, которые... Ну, честно, вот я говорю, я был в Бельгии, когда на тренировке, ну, и не только в Бельгии, в Португалии. Да, честно, я говорю, во многих странах был, и это просто официальные какие-то стажировки, да, мы же ездили просто проездом, смотрели и Герту Академию, и Боруссию Академию, я видел, все это видел. И могу сказать так, что нету огромных групп одного тренера, ну, нету, я нигде в Европе не видел, чтобы там один тренер занимался с 20 детьми, ну, вот сколько я мест не проехал, такого никогда не было. Два-три тренера, да, больше тренеров, да, ну, меньше никогда. И, конечно же, когда я был в Андрилехте и видел там команду 2012 года, 10 детей, 2 тренера. Приезжаем там в Португалию, то же самое, 12 детей, 2 тренера, плюс еще куратор, плюс тренер по вратарям, ну, и так далее, и тому подобное, да. То есть везде очень много специалистов, которые дают не только массовость, но еще качество тренировочного процесса. И, конечно же, если есть качество, если мы даже самому, как мы говорим, не перспективному ребенку будем объяснять, будем рассказывать, будем его направлять, будем его мотивировать, даже у него будет какая-то динамика. Но если будет один тренер на 30 ребят, то даже самый способный, самый талантливый ребенок, он просто не будет развиваться или будет развиваться, но очень медленно. Да, второй вопрос, я его понимаю, да, я понимаю, что многим тренерам не хватает той зарплаты. Зарплата действительно у тренеров низкая. Я скажу, она по Москве не самая высокая по уровню других каких-то организаций, да. Если брать регионы, но очень низкая зарплата тренеров. Я сам из регионов, я знаю, сколько зарабатывают мои коллеги, я знаю, как им тяжело. И, конечно же, каждый из них хочет не только, так сказать, выживать, но, наверное, и жить, да. Поэтому приходится искать другие работы, другой заработок. Но раз человек работает тренером, наверное, он не хочет дополнительно зарабатывать как тренер, проводя индивидуальные тренировки и занимаясь индивидуально с детьми или, возможно, работать в каких-то коммерческих школах. Я в этом не вижу проблем. Мне кажется, наоборот, это здорово, если тренер погружен в свою деятельность, если он работает, если он горит с желанием развивать детей, почему нет, пускай работают. Мы в Европе прекрасно знаем, что тренеры, которые работают на младших возрастах, неважно, это академия или просто школа, они все зарабатывают совсем небольшие деньги. И многие из них дополнительно также работают не только в футболе, вообще в разных сферах, но им это разрешено. Потому что все понимают, что на такую зарплату ты не выживешь. Поэтому я считаю, что нужно тренерам разрешать дополнительно работать, зарабатывать, ну и по возможности, конечно же, развивать детей. Не просто зарабатывать, а делать акцент именно на развитии. Скажи, правда или нет, что тоже Бельгия и Португалия, где ты был до определенного возраста, реально играют без счета возраста, а там младше, не знаю, есть ли такое, нет ли такого. Есть тоже такая дилемма, споры постоянно, и мне кажется, это хорошая тема, когда нет нагрузки на 7-летнего, 6-летнего, 8-летнего, словно 9-летнего мальчика, когда нет счета, и может быть у нас в России это применять и как-то сработало. Слушай, ну очень тяжелый вопрос, честно говорю, потому что я от многих слышу эту информацию, что нет счета, нет результата, нет счета, дети играют в удовольствие. Но я такого, честно, прямо не припомню, чтобы вообще не было таблицы, вообще не было результата. Мы проезжали много турниров, были и в Испании, и в Германии, в различных странах, и скажу так, что все равно там какая-то таблица есть, какой-то результат есть, но, наверное, никто на нее не обращает внимания. То есть, честно говорю, вот мы когда приехали на турнир в Германию с командой, мы искали эту таблицу, там с кем, что играть, мы не могли ее найти. Кто играет, сколько команд. Нет, да, то есть мы приехали, и нам говорят, а зачем вам эта таблица, играйте в футбол, играйте в футбол. И мы такие вышли играть в футбол, сыграли один матч, два, второй матч, третий матч. Потом только к нам подошел организатор, сказал, вот вам лист бумаги, вот смотрите, вот вы с этими сыграли, вот вы вышли на этих. И я такой смотрю, думаю, а за что мы боремся, какие команды, что, где. Не переживайте, и тут пять стадионов таких команд, то есть там здесь 30 команд на другом стадионе, 30 команд. Да, 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 вообще непонятно. Я такой, окей. Мы сыграли еще матчи, и говорим, что дальше? Не переживайте, следующий день будет, вам все расскажут, вас отвезут. В общем, мы отыграли этот турнир, и честно скажу, мы не видели ни кубков, ни медалей, ни каких-то таблиц. Мы просто провели фестиваль в течение двух дней, и получили за это удовольствие. И видел я другой момент в Германии. Тоже, когда был там двухдневный турнир, мы приехали более старшими возрастами, там уже был прям официальный турнир, была там таблица, все остальное. Но смысл в чем? Была финальная игра. В финале играла немецкая команда Вольсбург против команды Цервена Звезда из Сербии. Они сыграли этот турнир, финал, выиграла Цервена Звезда, всех нас построили. И я сейчас думаю, ну сейчас будет какое-то награждение там массовое. Это пробегут. Да, да, да. И что я вижу? Приходит организатор и вносит вот такой кубок. И даже кубком назвать нельзя. Это какая-то там чаша, стюеточка, да. И ребята просто встали, они вот им дали вот так вот. Мне кажется, Сербы тоже не поняли, что это за кубок. Они такие на него посмотрели. Ну прикольно, там все потрогали, общую фотографию сделали и отдали обратно. И мы такие подходим, спрашиваем, так как кубок выиграли, как? Нет, это переходной кубок, как бы вот они его поддержали, все, в следующем году приедет другая команда, его заверет. Поэтому не было ни медалей, ни грамоты, ни кубков. То есть вот у них это отношение более простое. То есть все поиграли, все получили удовольствие, все получили какой-то игровой опыт, самое важное. А это, ну, как бы там даже, мне кажется, не было какого-то награждения. Просто всех построили, сказали, вот вы первые, вот поддержали этот кубок и до свидания. Поэтому я думаю, что все равно там есть какой-то результат в плане игры, да, там таблицы, все возможные группы. Но отношение к футболу со стороны организаторов, отношение к футболу со стороны именно команд, оно немножко другое. То есть нет цели выиграть первое место. Есть цель, как можно больше сыграть матчи, возможно, пройти дальше, чтобы сыграть матчи с какими-то сильными соперниками, попытать свои силы, да. И самое главное, получить удовольствие. Вот я реально играл, вот, получив с командами, там были PSV, Sporting, там другие команды, Juventus. И ни одна из этих команд не боролась даже за первое место. Даже за первое место не боролись, потому что они просто приехали поиграть в футбол, получить игровой опыт. И в финале там вообще играла непонятно какая-то команда, даже это название команды не знаю. Ну, и как она туда добралась, тоже никто не знает. Но это было не самое главное. Самое главное, что все получили этот игровой опыт, получили удовольствие от турниров. Поэтому, наверное, нам нужно тоже делать акцент на удовольствие, делать акцент на том, чтобы ребята получали игровой опыт, Чтобы они ошибались, чтобы они старались, чтобы они переживали какие-то моменты, чтобы они радовались каким-то положительным моментом. Тогда будет развитие. То есть, если ребенок не будет чувствовать над собой давление, если тренер не будет чувствовать над собой давление. То есть, как может ошибиться ребенок, если нельзя ошибиться тренеру? Это самая главная проблема. То есть, тренер не может ошибиться, чувствует давление. Конечно же, и ребенок не будет ошибаться, чувствует давление. Если мы это немножко хотя бы уберем, то, конечно же, мы сделаем, я уверен, шаг вперед. А может быть даже и большой скачок, и наши дети будут более раскрепощены, и, как мы все будем говорить, не будут бояться ошибаться. У нас самая главная проблема, что дети боятся ошибаться. В Европе, конечно же, этого немножко меньше. Ну, такой вопрос. Вот есть система РФС по развитию детского футбола. Считаешь ли ты и согласен ли ты с многими позициями, которые у них есть? Я не хочу их называть, эти позиции, но ты понял, о чем я говорю. Или хотел бы ты, возможно, что-то там добавить? Ну, пусть не изменить, но добавить. Именно в детском футболе, да? Про детский футбол. Ну, конечно же, есть моменты действительно положительные, которые РФС развивает, старается воспроизводить, старается где-то на этом акцентировать внимание свое, и это в любом случае развивает футбол детский. Есть те моменты, которые не развивают, стоят на месте. Есть какие-то моменты, которые вообще не затрагиваются, и вроде все со стороны это все видят, обсуждают, но как-то наверху, наверное, не пытаются это изменить. Для меня, наверное, самый такой интересный момент, который меня больше всего волнует, интересует, это система турниров в детском футболе, потому что вот это первенство Москвы, я считаю, оно очень погубно влияет на наших детей. Вообще первенство, да, которое на ранних этапах. Почему? Ну, вот с кем, опять же, мы берем мнение еще европейских коллег, потому что мы все равняемся на Европу, мы видим, как они развиваются в целом, какой они скачок делают вперед, и мы все хотим их догонять, а может где-то даже и перегнать. И мы, конечно же, смотрим на них, и смотря на их академии, смотря на их турниры, мы понимаем, что до 13 лет у них нет, например, никакого первенства. До 13 лет дети просто играют в фестивали, просто играют в турниры, вот эти такие товарищеские. То есть мы часто тоже просто выезжаем, например, из Испании в Германию, приезжаем, отыграли один день 8 матчей, получили все колоссальное удовольствие, опыт, и спокойно в следующий день или поиграли еще, или уехали домой. А потом опять 2-3 недели тренируемся, допустим, через это некоторое время мы едем в другую страну, играем. Хотел бы уточнить, первенную 8 матчей, там уже не одна команда, там несколько команд приезжают, я имею в виду, в возрасте, и в один день. Да, нет, я говорю, приезжают 8 команд, то, чтобы люди... Так и самое главное, там матч-то длятся как у нас, 2 по 25, и мы играем и понимаем, что на первый план здесь что выйдет? Здесь выйдет уже физиология. То есть даже если мальчик техничный, мальчик умный, но, может быть, его не хватит на 2 тайма по 25 минут. Поэтому как европейцы делают? Они делают одну игру 13 минут, они могут сделать одну игру 15 минут. Вот, например, когда мы были в Германии, для нас это тоже был шок, когда мы приехали, одна игра 13 минут. Мы такие приезжают, как так, почему, мы же привыкли 2 по 25, мы к этому готовились, мы же хотим там проявить себя. И мы начинаем играть, и мы понимаем, что мы к этому футболу не готовы. Мы катаем, катаем мяч, пытаемся, развиваем, а там мальчик у нас перехватил, забил гол, и все. Я смотрю на часы, а давайте остаются ровно 2 минуты. Я такой думаю, так, наверное, что-то другое нам нужно. И там футбол, он очень интенсивный, специально сделан для того, чтобы каждая команда могла выиграть. Почему? Потому что, когда ты играешь всего 15 минут, здесь на первый план выходит не только физиология, но еще быстрота принятия решения, какие-то... Реализация каких-то микро-моментов, эпизодов. Да, моментов. Там очень индивидуально дети всесильные. Вот даже, я скажу, мы играли с Венским Рапидом, мы играли с Рэдболом, с Зальцбергом, с этими командами. Там команды проигрывают, да, там футбола такого нету, позиционного, очень развитого, где там удержание мяча, разворот. Там какой футбол? Мальчик схватил мячик, одного-двух обыграл, удар по воротам, гол, все радуются. То есть, вот 8-9 лет, там вот идет вот такой футбол, 13 минут. Выходишь дальше, плывов, там они делают не 13 минут, уже 15 минут. И получается, что ты за один день играешь в 8 игр. Вот представь, ты сыграл 8 игр, ты 4 выиграл, 2 проиграл, 2 сыграл в ничью. Все довольны, все с эмоциями едут домой, получают там колоссальное наслаждение от этого турнира, потому что мы вот там Барселону, Реал обыграли, грубо говоря, мы Баварии проиграли, а с каким-нибудь Арсеналом мы сыграли в ничью. Все получили классное удовольствие, все понимают, что есть хорошие моменты, где мы там себя проявили, есть моменты, где мы должны над этим работать, себя улучшать, а есть моменты, где, в принципе, все довольны. И вспоминаем Россию, да, когда мы говорим, у нас один матч в неделю, 2 по 25, команда, допустим, проявит этот матч, и всю неделю она живет с этим поражением, да. Неважно, достойно она сыграла, недостойно, да, то есть на детях давление, они всю неделю понимают, что они проиграли, об этом разговаривают. Родители переживают, потому что видят, что мы там к этому матчу готовились, 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 в итоге мы его проиграли, что делать дальше? Тренер тоже самое переживает всю неделю, живет с мыслями, как ему ситуацию исправить, как ему исправить положение, как сделать так, чтобы наконец-то что, выиграть следующий матч. И вот так вот тянется из недели в неделю, из месяца в месяц, и выходит там целый год. Если бы у нас, допустим, там в день сыграли 5 игр, да, образно, даже команда какая-то среднего уровня, обыграла сильного соперника, обыграла слабого соперника, отец в нещу сыграла, эмоции были бы совсем другие у родителей, у детей и у тренера. И вот это, все об этом говорят, все пытаются это изменить, но пока к этому не приходят. И когда это изменится, я вот честно вот не знаю, но все об этом говорят, все об этом знают, что первенство Москвы очень тяжело, да, переносится детьми вот как раз до 13 лет. После 13 лет, ну, когда мы уходим 11 на 11, там 13 лет, я считаю, да, ну, это здорово, это результат, там это уже какое-то отношение, дисциплина, это уже проявление каких-то качеств и характера, чтобы там выиграть матч. Это все нужно. Но до 13 лет, мне кажется, мы должны сделать так, чтобы дети получали, в первую очередь, удовольствие от футбола, удовольствие от тренировочного процесса, от нахождения в команде и от того, что он занимается любимым делом. Если это будет вот выстроено вот так, конечно же, в 13 лет мы будем получать игроков с другой эмоциональной самооценкой, да, то есть с другим эмоциональным настроем. Играть, выигрывать и добиваться каких-то результатов. Я с тобой полностью согласен вообще на 100%. И мы ранее с тобой общались в начале диалога. Помнишь, ты говорил как раз про страх ошибок? И вот как раз это все подвело к этому заключительному условному вопросу, где они боятся ошибаться, давление на тренера, на детей. И все, вот они выходят, и понимаю, что с ними берут они те три очка, там команда не будет там, а будет здесь. И тот тренер думает, ну, наверное, меня могут сейчас там попросить на выход. Родители думают, нам пора, по-моему, подняться в команду, перейти туда, у них вон там 37 очков, у нас там 12, да. И получается вообще такая кошмала, и по факту мы не получаем реально нужного развития для ребят, для толчка дальше. Поэтому обязательно, я уверен, что посмотрят видео люди, которые тоже играют в московом спорте, имеют отношение вообще к этой лиге. Хотелось бы, чтобы до 12, да, мы с тобой лет говорим? До 12, когда в 13 лет выходит 11 на 11, тогда мы говорим, ну, первенство, оно везде, в каждой стране есть, это нужно. Но до 13 лет, мне кажется, акцент нужно сделать на количестве матчей. Опять же, мы прекрасно понимаем вот эту систему, да, если продолжим, что один матч в неделю, да, это очень мало, когда матч идет 50 минут, мы все знаем, сколько у нас детей в команде, это 24 человека, может быть, даже больше, да, у многих командах. И представляете, вот команда играет 50 минут один матч, да, раз в неделю. У тебя в целом, например, 12 детей. То есть, получается, даже вот этот ребенок, он не играет все 50 минут, в любом случае есть замена. В целом он сыграет чистого времени 20 минут, потому что мячик улетел, где-то разговоры, где-то еще что-то, чистого времени 20 минут. Это очень мало игрового времени для детей в таком возрасте, да, когда в неделю он играет всего 20 минут. Плюс мы понимаем, нет улицы, нет возможности где-то самому выходить, играть, брать мячик из-за ситуации, да. В Европе же бельгийцы в открытую говорят, пишут в своих методических пособиях, что ребенок должен в неделю получить не меньше 60 минут чистого игрового времени. То есть, вот каждый ребенок, не команда в целом 60 минут отыграет, да, а именно ребенок должен 60 минут чистого времени получить. И мы понимаем, что мы не дотягиваем даже до этих вот показателей, да. То есть, у нас ребенок не наигрывает в выходные 60 минут, потому что у нас чистого времени 50, в котором мы должны играть, да, там, и еще замена. И поэтому мы не набираем, не набираем, не на тренировках, потому что если мы разбираем тренировочный процесс, там тоже много вопросов, в плане плотности тренировочного процесса, простой и так далее, потому что очень много детей. В играх мы тоже, получается, не набираем, на улицах мы тоже не играем. И получается, в целом, игрового опыта ребенку, возможно, и не хватает, чтобы когда он переходит играть 11 на 11, он уже, так сказать, прошел все эти этапы, чтобы он получил колоссальный игровой опыт за счет этих маленьких игр, за счет разнообразных соперников, сильных, слабых, средних, ну и так далее. Получается, этого не хватает нам. Поэтому, обращаясь к тем, кто это видео увидит, и кто, возможно, может повлиять хотя бы на какие-то изменения, может быть, нам стоит реально попробовать что-нибудь видоизменить. Просто тестово, не знаю, в следующем году, через год, может, через два, но попробовать поменять как-то вектор именно до 13 лет, да, вот эти турниры, нет, они должны остаться, мы не говорим, что мы должны сейчас убрать, и все, и никаких таблиц, никаких там рейтингов, это все как бы круто, да, и это может оставаться, но в плане игрового опыта и игр действительно нужно добавлять. Попробовать какое-то изменение, это всегда будет идти в развитие. Игорь, твое мнение, почему при переходе из юношеского в более взрослый футбол в нашей стране, ну, пропадает, я имею в виду в плане футбола, много, действительно, талантливых ребят, и они не доходят там до команд, и, хотя, если мы говорим про команды европейские, там и то подобное, мы на уровне, там, того же Венца, там, и других команд, бьют, там, 16, там, 15, мы выглядим не то, что там наравним, мы где-то выглядим даже более солидно, да, там, в плане футбола. Почему потом у нас вот ребята не доходят, а в Европе они играют там в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, там, не знаю, ну, в сборной, а у нас вот все. Ну, опять же, сугубо мое мнение, я считаю, что мы действительно, наверное, отстаем вот в этом плане, да, когда у нас дети переходят от детско-юношеского к там профессиональному футболу, это видно, это все видят и обсуждают, что смотришь европейские турниры, там уже дети, где дети, там уже юноши, да, 18-19 лет свободно играют в Лиге Чемпионов, и не просто играют, они еще и забивают голы, и еще на лидирующих позициях действуют. Правильно, ты сказал, свободно играют. Свободно, да, ну, смотришь любую команду, в любой команде уже есть игроки очень высокого уровня, поэтому я так понимаю, что там детей, ну, опять же, детей, не правильно говорить, игроков, начинают доводить правильно, готовить правильно, делать акцент индивидуально, то есть мы опять же понимаем, что нам нужна не команда, нам нужен индивидуально сильный игрок, а мы к этому приходим, что акцент нужно делать не на результат, не на таблицу, не на какие-то достижения в возрасте 15-14 лет, а именно на подготовку индивидуально сильного футболиста, чтобы игрок, который уже ярко выглядит в 16-17 лет, он уже мог там где-то пробовать свои силы в главной команде. У нас с этим, наверное, большие проблемы, потому что, когда смотришь там 16-17 лет, ребята где-то схожи, где-то похожи, ярких футболистов очень мало, очень мало, то есть, ну, это все тренеры знают, все об этом говорят, то есть смотришь две команды и найти именно того яркого игрока, который вот все скажут, вот это вот яркий футболист, да, то есть, смотрите, он обыгрывает, он бьет, он там отбирает мячи, он там смотрится на каком-то другом уровне, таких сейчас очень мало, то есть смотришь, в основном, опять же, мы сделали уклон в тактику, все знают, что в России там был какой-то один период, когда мы все сразу начали вот тактика, тактика, обучение, да, это все здорово, это все круто, но, опять же, индивидуально сильные игроки, они нужны, всегда были, всегда нужны, будут, и в главную команду нужен тот игрок, который, опять же, сможет привнести что-то новое в команду, да, мы же понимаем, что если, например, есть футболист высокого уровня в главной команде, то должен прийти молодой футболист, который сможет этому игроку составить конкуренцию, если он не составляет конкуренцию, да, он индивидуально не готов с ним соперничать, то он и не будет играть в главной команде, и здесь как раз и приходим к тому вопросу, что ребенок, я понимаю, ребенок, юноша, который приходит в главную команду, тренер никогда не спросит у этого юноши, какие он занимал места, согласен со мной, он никогда не спросит, сколько у тебя медалей, сколько у тебя статуэток лучшего игрока, он никогда не спросит, он всегда будет смотреть, насколько он индивидуально сильный, он будет смотреть, да, что он умеет, что он показывает, как он себя проявляет, поэтому вот этот результат, он и сидит здесь, да, что мы тренеры, наверное, очень зациклены именно на результате в возрасте 15, 16, 17 лет, а когда мы должны развивать детей, время проходит, да, время там не стоит на месте, и мы, конечно же, уступаем нашим сверстникам из Европы, плюс, опять же, наверное, где-то мы не можем дождаться игроков, да, то есть мы спешим с выводами, мы спешим с своим мнением, да, что если ребенок или там юноша где-то провалил какой-то матч, провалил какую-то игру, да, то есть от хорошего игрока до плохого у нас один шаг, то есть мы не даем время, не даем возможность, да, игроку где-то там ошибаться, не даем возможность где-то прийти там в какой-то тонус, да, чтобы он снова начал забивать, и таких футболистов очень много, есть там игрок сезон провалил, да, а на следующем он себя проявляет ярко, да, или, например, мы смотрим на футболиста, он год никак себя не проявляет, а через год он становится очень ярким футболистом, где-то он накреп, где-то он почувствовал себя, где-то он уверенность, да, получил, Поэтому не нужно спешить с выводами, не нужно ставить крест на детях, я не говорю там уже про 7-8 лет, когда мы говорим, что бесперспективный ребенок в 8 лет, там в 15-16 непонятно, кто из них перспективный. Поэтому вот эти все комплексные моменты, они вроде, знаете, не глобальные, они такие вот индивидуальные, но оно все влияет. И индивидуальное развитие, и мнение тренера, и мнение академии, опять же, и то, в какой футбол играет академия, и футболист. Часто бывает, знаете, как что академия играет в один футбол, игрок, да, не может себя проявить в этой академии, и он не получает там игровой практики, не получает там ничего для развития, и он там уходит в другую академию, да, там тоже, возможно, у него не получается. Поэтому вот эти все моменты, они, конечно же, и будут влиять на наших игроков. Все-таки нет у нас этой системы. Плюс в Англии очень ярко выражена например, система, что там есть U19, U20, U21, да, там где игроки могут до этого возраста получать игровую практику, и не переживать, что якобы в 17 лет я не попал там в основную команду, поэтому мне нужно закончить. Мы же понимаем, что все развиваются по-разному, там развитие, но нелинейное. То есть кто-то проявляет себя в 15 лет, и до 15 идет ярко, да, тот же Варди, например, в Англии, да, там в 15 лет было числено из академии, и не мог ничего найти тогда 20 лет. Поэтому здесь нужно ждать, нужно верить, но опять же, для этого должны быть много лиг различных, да, надо, чтобы тренеры отслеживали футболистов, чтобы селекционеры отслеживали, да, этих молодых ярких игроков, потому что, поверьте, и в 17, 18, 19 лет можно найти яркого игрока, который где-то там играет в регионах, но в свое время не получив там определенный уровень, да, там подготовки, возможно, где-то не был замечен селекционерами, он не смог там попасть в какую-то академию, но в итоге он, возможно, там в будущем где-то и заиграет, главное, опять же, искать. Вот опять же, на примере Португалии, Бенфики, там в одной только Португалии больше 100 селекционеров по всей Португалии, которые отсматривают этих игроков, чтобы никого не потерять. А мы прекрасно сейчас видим на чемпионате мира, смотришь там команду Сенегала, там еще какую-то африканскую, смотришь там люди до 17 лет вообще в футбол не играют, работают там в другой сфере, а в 17 их находит академия какая-то французская Рен, и в итоге он сейчас игрок за Сенегал забивает гол и выводит свою команду к выходу из группы в будущее. Поэтому надо и двигаться, искать, не останавливаться, и давать возможность каждому игроку себя проявить. Игорь, сейчас у нас 5 вопросов, ты отвечаешь просто да или нет. Считаешь ли ты правильным работать над физическими данными до 12 лет без мяча? Да. Я могу развернутый ответ дать. Давай. Тяжело сказать да или нет, и многие тренеры просто могут неправильно понять. Что я подразумеваю в физических данных? Да, у нас дети сейчас не получают двигательной активности на улице, они на физкультуре не занимаются развитием физических качеств, и получается, когда они приходят на футбол, они физически просто не развиты. Я сейчас не говорю про какую-то силу, я не говорю сейчас про какую-то выносить, я в целом говорю про двигательную активность, про ловкость, про анимационные способности, про гибкость. Это все тоже относится именно к физическим качествам. Согласен. Да, и я считаю, что, опять же, не форсируя события, но развивая детей до 12 лет, мы должны как раз заложить эту базу, вот этот фундамент. Если все будет только через мяч, мы не сможем где-то сделать акцент на определенные физические качества. Поэтому, не форсируя события, но развивая детей всесторонне, другими видами спорта, различными секциями в виде акробатики, борьбы, единоборств, так далее и тому подобное, то есть мы можем заложить определенный фундамент, базу для будущего нашего ребенка. Но, опять же, если это будет с мячами, это будет вдвойне приятно, вдвойне полезно для детей, и это будет только плюс тренеру, который сможет совместить и развитие физических качеств, и мячи. Но развивать отдельно мы тоже должны. Но главное не форсировать, Игорь Владимирович. Да, это самое главное. Вам не нужно сейчас бежать и записываться во все секции, и что ребенок там с поедельника по воскресенье там... Конечно, конечно, никаких штанг мы не использовали. Я говорю про то, что именно всецелая двигательная активность, ее очень мало. Игорь, 25 человек на одного тренера, да или нет? Нет, конечно. Нет, это просто безобразие, ужас. Поэтому нет с большими тремя буквами и тремя расписательными звуками. Так не напишешь? Да. Нет и точка, я считаю. Ну, не может такого быть для развития детей. То есть это просто неправильно по отношению к тем детям, которые приходят на тренировки. Одержимость важнее таланта, да или нет? Да. Конечно. Любой талант, если в нем нет желания, мотивации добиваться, стараться, терпеть, преодолевать, он просто не сможет существовать. Игорь, хотел бы ты в будущем работать за границей, да или нет? Да. Почему? Слушайте, ну, это такой очень вопрос, серьезно. Мне кажется, любой человек, любой специалист хочет развиваться дальше. И мы понимаем, что в России футбол, как-никак, оно развивается. Будем так, честно говоря, он все равно двигается вперед. Возможно, не так быстро, как мы хотим, но все равно все к этому идет, что мы развиваемся. Но в Европе футбол, он сейчас находится немножко на другом уровне. И есть те страны, такие как Испания, Великобритания, Германия, Франция, которые очень далеко ушли от нас. У них есть различные подходы новые, различные методические какие-то моменты. У них есть большой-большой опыт уже в работе, который они прошли, к которому мы только идем. И, конечно же, хотелось бы туда попасть, чтобы этот опыт, вот эту всю историю перенять и попробовать на себе поработать с этими детьми, поработать в этих условиях, поработать в этой среде, чтобы получить именно этот опыт. И, опять же, не просто получить, но и попытаться его вернуть в Россию, вернуть в нашу страну, потому что хочется, чтобы наш футбол российский развивался. Хочется смотреть там чемпионат мира с нашими сборными, хочется смотреть Лигу чемпионов с нашими командами, да, хочется, чтобы они выигрывали. И, конечно, чтобы играли наши русские ребята в этих командах. Потому что, мне кажется, самое важное для тренера, это чтобы его воспитанник, его игрок дошел до самого высокого уровня и смог себя проявить. Это самая большая будет заслуга тренера и благодарность этого игрока. Как ты считаешь, нужен ли спортивный психолог в детских командах? Да, однозначно, да. Опять же, это такой развернутый ответ, его хочется давать, потому что вся Европа давно там работает, опять же, про футбол мы говорим, в частности, да, с психологами. Я был в Португалии, психологи есть, в Бельгии психологи есть, в различных командах всегда. И на детском уровне я тоже считаю, должны быть психологи. Вот именно там начальный этап, потому что все дети разные. Не всегда тренеры могут знать и могут понимать, да, вот этот вот психологический рисунок ребенка, да, то есть, в какой он семье растет, какие у него родители, какие у него могут проблемы быть внутренние, да, какие у него могут быть раздражители. Ну и все, что с этим связано. И когда тренер этого не знает, когда тренер просто не понимает, как он может быть навредить своему ребенку, или как, например, как сделать лучше своего ребенка, он будет стоять на месте. Поэтому психологи для этого и нужны, чтобы узнать проблемы ребенка или узнать какие-то его сильные качества, подсказать это тренеру, чтобы он был в курсе, и тренер уже будет стараться развивать ребенка с этими рекомендациями. Опять же, часто встречаюсь с детьми, на которых, например, на одного можно повысить голос, на другом нельзя, он как-то закрывается, в себя уходит и не общается. Одного ребенка воспитывают так, что постоянно на него кричат, он всегда под давлением, и в этой ситуации должен понимать, как из него выходить, чтобы, наоборот, не загнать его в эту яму и сделать его еще хуже. А есть дети, которым, например, нужно какая-то мотивация, можно где-то, опять же, не кричать, повысить голос, где-то его смотивировать, кому-то, возможно, нужен телесный контакт, пятерку ударить, по голове погладить. То есть, это все моменты, которые мы должны понимать. Конечно же, наши, кто смотрит зрителей, могут сказать, что тренер должен разбираться во всем. Но нет, психология – это отдельная наука, это отдельные направления. И просто сказать, что тренер, любой тренер – это психолог, но такого не бывает. Ну, это не любой же тренер, там, физик, да, не любой же тренер, там, математик, почему он должен быть психологом? Некоторые вообще психологию не понимают, я не знаю, да, взаимоотношения, там, с людьми, с детьми. Детская психология – это вообще тяжелая тема, и нельзя прочитать одну книжку стать детским психологом. Поэтому, конечно же, должны быть специалисты, которые будут заниматься, которые будут направлять тренера и помогать тренеру, и тем самым делать наших детей лучше. Игорь, тебе большое спасибо, что ты к нам пришел, нашел время. Я тебе от себя хочу пожелать, чтобы ты продолжал саморазвиваться, чтобы твои воспитанники действительно потом играли в самых больших командах. Всем, кто нас будет смотреть, родителям, тренерам, возможно, детям, хочется пожелать, во-первых, идти к своей мечте, идти к своей цели, никогда не останавливаться, не сдаваться, не думать, что будет все легко в этой жизни, потому что только преодолевая большие трудности, только жертвуя чем-то, можно прийти к своей цели. Поэтому идите к своей цели и никогда не останавливайтесь. Ну и самое важное, самое главное, любите футбол, потому что он у нас один, мы все работаем в этой сфере, мы все любим то, чем занимаемся. И нужно стараться видеть все не в черно-белом цвете, а в цветном, чтобы мы все понимали, в первую очередь, что мы делаем одно большое дело. Мы все развиваем наших детей, кто-то в Москве, кто-то в регионах, кто-то, возможно, не тренер, а врач, кто-то психолог, кто-то администратор, но мы все делаем одно большое общее дело. И хочется, чтобы мы все смотрели в одном направлении и развивали наших ребят. Поэтому всем большое спасибо, кто нас смотрел или посмотрит, и всем большой-большой удачи. Друзья, ну вы не забывайте подписываться на канал «Толя о футболе», и мы максимально будем стараться запускать для вас нужный и полезный материал. Всем пока. Можно. Так, и... Ба!